Привет, друзья! На связи мой компьютер. Меня зовут Михаил Крошин. На дворе конец ноября, а у нас в Калининграде зимой пока еще не пахнет. Но тем временем мне пришла вот эта вот видеокарта. Это GTX 1660 Super от Gigabyte. И многие эту карточку уже успели назвать отличным продолжением GTX 1060, которая так популярна среди геймеров. И сегодня в этом видео мы быстренько выясним, так ли это и что эта карточка может во всех современных играх в Full HD разрешении. А отдельное спасибо я хочу сказать вам за вот эту посылку, которая пришла ко мне из США. Это кнопка за 100 тысяч подписчиков. Отдельно про нее я расскажу где-нибудь в ролике. Итак, узнаем, что это за карточка. Поехали! Как я уже сказал, это будет экспресс-обзор, в котором я не буду заострять внимание на таких моментах, как качество пластика, количество теплотрубок, RGB-подсветки и так далее. В целом у конкретной модели с этим все хорошо. На коробке написан список системных требований к компьютеру. БП не менее 450 Вт и поддержка одного восьмиконтактного коннектора PCI-Express. Спецификации моей Gigabyte GeForce GTX 1660 Super Gaming OC вы видите на экране. У карточки крупная система охлаждения с тремя вертушками, которые не работают при отсутствии нагрузки. Максимальная зафиксированная температура графического ядра составила 70 градусов. Работает карта очень тихо. Обратная сторона прикрыта пластиной жесткости. Версия 1660 SuperGigabyte изготовлена на основе оригинальной печатной платы. Подсистема питания выполнена по 4,2 фазной схеме. Из разъемов мы имеем 1 HDMI и 3 дисплей-порта. Динамическая частота нашей OC-версии 1860 МГц, что на 4,2% выше, чем у референса. Подсистема памяти это 6 ГБ GDDR6, которая трудится на эталонной эффективной частоте в 14000 МГц. Обмен данными происходит через 192-битную шину. В сравнении с моей RTX 2070 карта выглядит значительно худее, занимая всего 2 слота. Втыкаем карточку в компьютер. В длину она почти 30 см. Учитывайте это в случае покупки. Переходим к тестированию. Это экспресс-обзор, поэтому синтетику мы пропустим. И начнем сразу же с игры Метро Исход. Разрешение Full HD, качество Ultra. В начале, как видите, карточка справляется на 60 фпс. Поезд едет плавно, никаких лагов или подергиваний. Фрейм тайм ровный. Но вот в поле на больших открытых пространствах фпс начинает сначала опускаться ниже 50, а потом и вовсе ниже 40. В целом, играть можно, но если вы хотите стабильные 60 фпс, тогда придется снизить настройки графики до высоких. Едем дальше. Far Cry New Dawn. Встроенный бенчмарк максимальной настройки графики. Фпс почти и всегда выше 60. У нашей карточки с этой игрой никаких проблем нет. Новый Star Wars Jedi даже в самых динамичных моментах как будто совсем не напрягает нашу GTX 1660 Super. На максимальных настройках графики средний фпс всегда выше 80. На удивление, игра оказалась занятной. Советую ознакомиться. Далее игра, которая напрягает процессор больше, чем видеокарту, Assassin's Creed Odyssey. Встроенный бенчмарк оценил производительность нашей карточки на очень высоко. Стабильные 60 фпс есть, но картинки не хватает плавности. Скорее всего, тут проблема большой нагрузки на CPU. Кстати, кому интересно, кнопку за 100 тысяч подписчиков высылают вам из США по промокоду, который появляется у вас в творческой студии после достижения такой отметки. В коробке лежит карточка упаковщика и благодарственное письмо от главы Ютуба. Кнопка, сделанная из металла, весит килограмма полтора. На ней написано название канала, которое вы сами же и указываете. Но вернемся к тестам. В World of Tanks больше 100 фпс в Full HD на максимальных настройках графики. И почти 60 фпс в 4К. Эту, как и другие популярные онлайн игры, наша карточка вытягивает на ура. А теперь классика. Третий Ведьмак с улучшенными текстурами и запредельными настройками графики. Здесь, пока процессор расслабляется, наша карточка долбится в сотку, но при этом выдает стабильные 60 кадров в секунду. Едем дальше. Battlefield 5. Все на высоких разрешения Full HD. Здесь при нагрузке карты до 99% фпс держится в пределах 40-60 кадров в секунду. Если снизить некоторые параметры до среднего, вы стабильно сможете получить 60 кадров в секунду. Ребят, я бы закончил этот ролик на 2 дня раньше, если б не Red Dead Dimension 2, которую я скачивал 2 раза, а это на минуточку 220 гигабайт. Игра у меня так и не запустилась, как и у сотен тысяч других игроков. Я перебрал все возможные и невозможные варианты, чтобы ее запустить, я даже перепрошил BIOS, но ничего не помогло. Но если вы все же окажетесь тем счастливчиком, у кого эта игра запустится, не рассчитывайте на максимальные настройки графики в Full HD. Ну а в 4К игра кладет на лопатки даже 2080 Ti. В разрешении Full HD на ультра настройках графики без включенного сглаживания 1660 Super выдаст нам 37 FPS в среднем. Учитывайте, что на данных графиках с сайта Агуру 3D тестовый стенд включал 9900K и 32 гигабайта DDR4. Если же снизить настройки до высоких, то 1660 Super выдаст нам примерно 48 FPS. Ну что, друзья, подведем итоги. 1660 Super это хорошая видеокарта для Full HD гейминга. Причем из трех версий, а именно 1660, 1660 Super и 1660 Ti Super версия, по моему мнению, самая лучшая. Что касается конкретной модели от Gigabyte, мне она понравилась. Не шумит, не греется и имеет хороший запас по разгону. Напишите в комментариях, какая карта, по вашему мнению, в данный момент будет идеальной для Full HD гейминга. А я с вами прощаюсь. С вами был МК. До новых встреч.